Привет, друзья! Сегодня мы на тату-шоу в Петербурге для того, чтобы знать, что такое коллаборация, с чем ее едят, для чего люди объединяются и что это такое. Все татуировщики приехали на фестиваль для того, чтобы соревноваться, но коллаборация — это не про соперничество, это про эксперимент и про дружбу. Меня зовут Денис Медринский, я из Петербурга. И делаю черно-белый неодрат. Очень красивый. Спасибо большое. Расскажи про вашу коллаборацию, кто с тобой участвует? Со мной участвует Стрихнин, я забыл, как его зовут. Вон он сидит, Андрей, да-да-да, из Москвы. И, собственно говоря, мы решили такую весьма мрачную коллаборацию сделать. Есть эскиз. Он добавил цвета просто в твои. Ну, по факту он сделал полностью доспех весь, ну, то есть законтурил его и все остальное. Сейчас ждет, пока я сделаю лицо, то есть, ну, типа, с черными чтями своими. И потом будет уже в свои контуры добавлять вот золотой цвет. А как вы подготовились эскиз? Вы из разных городов? Да, мы из разных городов. Созванивались в WhatsApp'е. Придумывали идею. Ну, реально, как бы. Я сказал, давай что-нибудь такое, типа, по инквизиции нарисуем. А получился рыцарь. Я не знаю, как так произошло. Рыцарь-женщина? Ну, да. У нас достаточно быстро и легко получилось как-то вот вместе нарисовать рисунок. То есть там даже никаких каких-то сложностей не было. Меня зовут Андрей Стряхнин. Я из Москвы. Мы тут делаем коллапс с Денисом. Всю эту тему придумала, я думаю, Алина и ее сообщество. Натра Траша. У нас тут битва коллапсов, у нас три штуки. И я вот делаю один из них. Круто. Вы между собой будете соревноваться? Ну, да. Серьезно? А вы тех вот не участвуете? Участвуем в Best of Show и плюс еще между собой. Да, скажи, ты что, взял и покрасил его эскиз или ты что-то добавлял в свои элементы? Нет, мы каждый нарисовали свою часть. От него получается лицо, от меня доспех. А, доспех ты полностью сам придумал? Да. Прикольненько. Классно. Привет, меня зовут Игорь. Игорь с Кобелем. Расскажи о вашей коллаборации. С кем вы коллаборацию делаете? Мы делаем коллаборацию с Антоном Гулкик, с Бородой. Он с Челябинска, я с Ярославля. У нас была идея сделать что-то такое знакомое для людей, но в какой-то неестественной конструкции. Ну и при этом, чтобы это было все динамически, правильно построено. Потому что в первую очередь дырокку делаем для носителя, но не забываем и про зрителя, который видит эту дырокку. Поэтому конструкцию продумывали так, чтобы она динамически заходила немножко вверх колена и при сгибе ноги немножко играла с телом. А вы работаете в одной студии или в разных городах? Он с Челябинска, я с Ярославля. А как вы придумывали эскиз? Дистанционно. 21 век. А кто додавил своим авторитетом? Или все было подружно? Ну, такой 50 на 50. Я был больше... Создавал конструкцию, продумывал. И Антон как бы соглашался. Есть желание победить? Я думаю, что есть желание показать эту игровку, нежели победить. Отличное желание. Ну ладно, желаю вам успехов. Спасибо. Представься. 909. Расскажи про вашу коллаборацию. Как вы так придумали ее делать? Почему именно выбрал этого мастера себе? Это наша 20-я коллаборация или 30-я коллаборация. А, вы дружите, да? Да, мы коллаборации делаем часто. Круто. И что, почему ты не меняешь партнера? Меняю, просто часто мы делаем их вместе. Прикольно. А расскажи, кто придумал вообще, чья идея, как вы это все складываете вместе? Идея совместная делали вдвоем. А, вы находитесь в одном городе, да? Вам удобно? Я приехал в Москву, и мы в Москве сделали коллаборацию. Точнее, два проекта сделали. Один из них вот сегодня забрали. Посидели вечерком и сделали проект. Как считаешь, победа за вами? Спасибо большое. Пройтись. Или нет? Ты видел, какие соперники-то у вас? Да, знаю. Машнецкие. Мы, честно говоря, пришли поработать, даже не думали, что мы выставляться будем, потому что мы вроде посмотрели по номинациям, но мы в одну не подходим, поэтому мы просто красим в свое удовольствие. Представься и скажи, в какой-то студии работаешь тоже. Из какого города? С недавнего времени в Москве работаю. В Блэквуде. И как у тебя студия? Провокационный вопрос. Расскажи про коллаборацию. Почему именно он? Почему ты выбрала этого мастера? Тот же самый вопрос. Я должна по-другому как-то ответить? Да, конечно. Вы дружите, да? Я так поняла. Мы работали вместе в Новосибе. Говорят, что у нас стили похожи. В общем, у вас похожи стили, и вы решили поэтому сделать совместную работу. Мы просто уже знаем, как друг с другом работать и делать что-то красивое. Когда ты делаешь первый раз коллабу с мастером каким-то, то сложности могут возникать. Ну да, недопонимание. Да. А мы это уже прошли, так сказать. Все трудности вы прошли? Да. Ну круто, желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Привет, я Александр Морозов. Я Санкт-Петербурга. Я местный. Отлично. Кто придумал такую коллаборацию? Почему именно этот набор артистов? Кто ваш директор? Кто координатор? Ну, конечно. На самом деле, очень мой старый друг Роман Вайнер написал мне, что хочет сделать коллаборацию со мной. И так как у меня есть еще один очень хороший друг, который работает в юрскуле, мой коллега. Я предложил ему сделать коллаборацию в разных стилях. Выбор пал на Человека-паука, потому что сейчас очень такая знаменитая большая вселенная. То есть это будет Моралес, будь это Человек-паук-нуар. А вот этот дяденька, это же вообще, по-моему, не из Марвела. Это создатель Человека-паука, вы что? Это Бафет. Нам сегодня это надо сделать. А сегодня будете делать? На Best of Day? Да. Ты что, офигел? Да. Там люди, блин, обо дней мучаются. Давай без этого. Мы просто сам охреневшие здесь, и мы решили сегодня это все сделать. Представься сначала из какого-то города и расскажи, кто это все придумал. Ты чьих будешь? Привет всем, меня зовут Герман. А.К. Греча. Я из Санкт-Петербурга, работаю в студии Один Тату Шоп. Да, Шоп? Да. Да. Кто придумал? Чья была идея? Кто главный? Инициатива сделать коллаборацию была Рома Вайнера. А композицию и все, что сейчас происходит, уже я и ребята тоже помогали со стороны. Это же не первая коллаборация, да, ваша уже? Вот ваша, по-моему, уже была. Это не первая. Да, это уже не первая наша коллаборация. Вы же пристрелены, ребята, вы друг друга знаете, да? Да. Уже локтями терлить, в принципе. Третья. Ничего себе. А почему вы любите коллаборацию? Зачем им это надо? Почему поодиночке не нравится работать? Я не знаю, они меня подкупили спайдерменом. Я обожаю спайдермены. Я... Какую часть ты делаешь? Когда я вырос, вот. А, самую центровую. Когда я вырос, то я стану спайдерменом. Сколько вас человек? Вас трое или четверо? Четверо нас в коллаборации. Меня зовут Леня Лебедев. Я из Санкт-Петербурга. Я с Гречей и с Сашей работаю в одной студии. И когда я пронюхал, что они собираются мутить такой проект, я просто решил вставить свои пять копеек и поучаствовать тоже. Я тебя не слышу за музыкой, но надеюсь, что ты хорошая говоришь. Какую часть делаешь? Я делаю Бивис и Батхида. А, Бивис и Батхида. Все-таки это Батхида, да? Все-таки Батхида. Это Стэн Ли в виде Батхида. А Бивис кто? А Бивис это будет Майлз Моралес. Нет, это просто черное пятно я крашу здесь. Круто, круто. Вы все вместе как-то собрались? Это все придумывали или это дистанционно? А это все придумал Леня. Изначально, да, изначально ребята решили сделать коллаборат на тему Человека-паука. Поскольку тема мне тоже близка, вот. Вот, но также у меня есть проект мой, где я рисую всяких известных людей в виде Бивис и Батхида. А, то есть это твоя тема. А создатели Бивис и Батхида с тобой связывались уже? Да. Что они? Что? Отплатился на права ты заявляешь? Нет, потому что то, что мы делаем, это называется фан-арт, и он не подпадает под копирайт. А, такие права? Да. То есть можно использовать спокойно? Естественно, потому что я не использую образы Бивис и Батхида именно в их чистом виде, и я нигде не ставлю ни логотипы, то есть ничего такого. Ничего ты подкованный, ты прям серьезно подошел, да, к этому? Потому что я с этой темой работал именно со всякими известными артистами. Я даже для Узи Осборна обложку альбом рисовал. То есть, ну, это была реально моя тема, и я просто решил реализовать ее в татуировке. Круто. То есть, кого попало, сюда в коллаборацию не беру, да? Ну да. А, собственно, касательно вопроса, почему я дружу с этими людьми, потому что они охуенные. Мне же в Хаммер, да, говорить, или тебе в лицо? Да, кто угодно. Можешь ему в лицо говорить. Можешь ему в лицо говорить. Привет. Привет, меня зовут Рома Вайнер. Я из города Архангельс. Это совсем недалеко от Питера, буквально полтора часа на самолете. Как ты вписался в этот движ? А, слушай, я написал Сане Морозову о том, что давай сделаем коллаборацию. А, это твоя идея? Ну, да, да, я не ворую, это моя идея, честно. Вот, и Саня сказал, что давай еще присоединиться к Гречо. Да, давай, а потом еще Лёня Лебедев присоединиться. Ну, хорошо, почему бы и не. Ну, вчетвером, конечно, идея такая, прометчивая, но... А как вы работаете? Одновременно не получается же работать. Не, не получается. Сначала мы все сделали контура по очереди, и уже потом один справа красит, слева другой. И периодически мы менялись. Естественно, без ошибок не было, потому что вчетвером за день сделать это пипец сложно, но... А кто, кто, какая часть твоя? Справа, которая реалистичная. Это реалист, да? Ну, да, можно так назвать. И что, и почему вы участвуете в Best of Date? Это не наглость с вашей стороны? Мне кажется, что мы все равно не закончим, и пофиг, поскольку люди посмотрят незаконченную работу, мы ничего не получим, какая разница? Наглость? Ну, да. А что, второе счастье? Наглость. Почему бы нет? Я Таня, я с Томска. Здесь я оказалась по счастливой случайности, потому что меня признали частью комьюнити русского неутрада. Я считаю, что это очень круто и достойно. Поэтому я сижу здесь и делаю эту милую девашку. Я ее сделаю, потому что я просто люблю делать анимешных девах, и все. А Данил уже там своего червя нарисовал. А, то есть ты сначала ему девочку дала, да? Я ему сразу сказала, что я стопудово буду делать женский портрет. И сказала, что у него прикольно получаются всякие зверюшки и абстрактные элементы. Но он нарисовал червяка, и прикольно. Но мы рисовали по очереди. То есть я сначала скинула ему эскин с девушкой на бросок. А потом он уже добавил свою часть. Ну и как бы вроде сошлось, и выглядит ништяк, я считаю. Меня зовут Екатерина Толмачева. Я из Казахстана. Сейчас живу в Екатеринбурге. Расскажи, кто придумал идею вот этой коллаборации, кто кого пригласил на нее? Идею придумали мы совместно. А, вы друзья? Да. Саша просто любит делать реализм и мультяшки, а я люблю делать реализм и геометрические узоры. И плюс еще, Саша очень любит мед. И мы решили совместить все это в одной теме. Круто, круто. Ну, и что, получается? Мне кажется, да. Вы собираетесь победить? Или какой у вас настроек? Чисто показать, поучаствовать? У нас настроек победить. Но и показать тоже не мешало бы. Ну, для начала, как минимум. Да, это точно. Меня зовут Доронин Александр. Я из Казахстана, из города Караганда. Меня зовут Антон Устаномов. Я из города Владимир. Это мой дружище Максим Сириков. Он из города Северодвинск. Вот. Мы просто вместе хотели поработать когда-нибудь. И вот день настал. Наконец-то мы встретились и вместе работаем. Круто. Вот. А по поводу идей, ну, Макс рисует эротические всякие штуки прикольные. А я рисую всякие вот такие штуки. И мы просто это вместе совместили и делаем. Два дня будете работать? Что? Два дня будете работать? Да. Два дня. Круто. Да, привет. Меня зовут Макс. Я из города Северодвинск, Архангельская область. Ну, предложил, наверное, честно бы сказать, я Антону. Потому что я давно хотел с ним поработать. Мне очень нравится, как он делает фаны, всякие световые линии, сияние, свечения. Это прям мне в его работах всегда очень нравилось. Ну, а да, я занимаюсь такой эротической живописью. То есть пишу картину на данную тему. И мы решили это совместить. Сделали дизайн. И, собственно, вот работаем вместе. Я уже закончил. Уже добрый вечер. Давайте продолжаем. Привет. Меня зовут Василий. Мы делаем коллаборацию для Саши. Я и Юлия Синицына. Саша пришла. Говорит, хочу что-то неебическое. Саша, короче, у нас супермодель. Она очень маленького роста. Если делаешь, вроде как бы, голень, а получается, вот, ладошечку. Вот. А идея у нас была сделать паука. Хотел всегда разместить паука 3D на теле. Да, он будет с пенюшками. Да, да. И вот. Но так как мы на фестивале, мы не можем же просто паука разместить. Поэтому надо наклейки сделать, цветной текстуры, чтобы он был интересен. Вдвоем неудобно на этом месте делать. И, получается, мы делаем по очереди. Но мы специально рассчитывали, что не спеша, 2 дня. Юля пока делает наклейки, а я делаю... А это она придумала наклейки? Да, да. Ее разработки. Макет кто придумал? Макет вообще в целом мы вдвоем делали. То есть, вначале идея была. Идея, ну, идея моя история. А, ну ты просто паука ей кинул, говоришь, на, сделай наклейку. Нет, я говорю, чтобы он был сложный, надо сделать, ну, какие-то наклеечки. У нас так-то еще необычное размещение паутины будет. А, еще паутина будет? Да, тут будут тени, будет паутина. То есть, сегодня основную часть сделаем, а потом вот это декоративно. Но фишка в том, что он сидит на всем теле, распустил паутину и косит под добрячка. Видишь, наклеечки наплеился, типа пис. А на самом деле это черная вдова, ядовитый паук. А что, что женщины ядовитые? Да, да, и вот они слетаются, такие наивные, думают, мир. А она их тяп-тяп-тярап. А, вот и все дело. Меня зовут Юлия Синицына, я тату-мастер. Расскажи, кто придумал коллаборителю вообще, Суворова? Вася сказал о том, что он хочет сделать коллаборацию на тату-шоу. Мне его идея, конечно же, понравилась. Я предложила ему коллаборацию. И он предложил идею сделать паука большого, прям на весь бок. И мы, конечно же, сразу же к обсуждению принялись. Но это была прям такая очень вдохновляющая идея. Тем более это прям супер необычно. Мы в интернете, когда смотрели, допустим, татуировки, как пример, мы вообще ничего подобного не видели. Да? Да. То есть вы такие оригинальные сегодня? Да, мы самые оригинальные. Круто. А ты что делаешь на этом пауке? Я делаю наклеечки. И завтра мы будем делать паутину и стикеры на ней. А, ты еще стикеры? Да, 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 цветные. А у вас будете в чем-то участвовать? Там же нет коллаборации, только зажившие участвуют. Завтра же бест-шоу. Да, вы идете на бест-шоу. Да, мы пойдем на бест-шоу. Спасибо. Наташа, расскажи, как вы пришли к тому, чтобы делать вдвоем с Ильей этот урок? Для чего это вообще? Просто так. Для забавы ради. Забавы ради? Илья написал, и мы решили сделать коллабу. Поскольку у меня долгая запись, это, кажется, был единственный шанс ее сделать. На фестивале? Да. Ей что, понравится работать с Ильей? Как он? С ним хорошо работать, но тяжело просто в целом одновременно работать. Ага. Расскажи про проект. Кто придумал дизайн? Как вы вообще с ним сплитовались? Вы же живете в разных городах. Да. Мы недавно его нарисовали совсем. И практически сегодня первый раз прикладывали, смотрели, как он выглядит. Идея зародилась сначала сделать рептилию, чтобы рептилию делал Илья, а я, чтобы делал... Ну, естественно. Ушистика, да. Вот. И изначально мы думали сделать какую-то битву между ними. Битву реализма. Вот. А потом как-то так получилось, что... Никакой битвы нет. Да. Победила дружба, и милые звери смотрят в светлое будущее. Круто. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!